Добрый день, уважаемые телезрители, коллеги! Вновь в эфире программа «Малый бизнес. Путевка в жизнь». Я ее ведущий Сергей Борисов, а в гостях у нас сегодня Александр Грот. Саша возглавляет ассоциацию частных медицинских учреждений Центрального региона России, частных клиник. Саша, добрый день! И давай поговорим с тобой, конечно же, о предпринимательстве в медицинской практике. Насколько это вообще сейчас вектор развития? Насколько еще не освоен этот сектор у нас? Какие есть перспективы? И что, конечно же, мешает в развитии? Вот последователи, если можно, что такое малая предпринимательство, малый, средний бизнес? Ну, есть и крупные уже сейчас клиники, частные. Что это такое? Охарактеризуй, пожалуйста. Два слова скажу о том, откуда появляются предприниматели в медицине. Наверное, основное, на что мы ориентируемся всегда, это на клиента. То есть клиент смотрит, куда ему пойти. В государственную клинику, в частную, в ведомственную. И делает свой выбор. И это общемировая тенденция, когда рядом работают и государственная система, и ведомственная, и частная. У нас по закону все три системы равны. Соответственно, пациент может обращаться в любую. В нашей стране мы делали недавно опросы. И на самом деле делаем их регулярно. Заказываем у Российского центра изучения общественного мнения, в ЦИОМ. Все больше и больше пациентов выбирают негосударственный сектор. Если три года назад это было порядка 30% по опросам, выбирали частный сектор. Соответственно, государственный порядка 70%. То сейчас уже цифра где-то около 38-40% выбирают частный сектор. Это опросы в ЦИОМ по всей России. Качество обслуживания, внимание, основательность. Частный сектор все-таки имеет больше возможностей по внедрению новых технологий. Как в управлении, так и в сервисе, так и в закупке новых технологий. Более гибкий он. В системе образования. Это не значит, что государственный сектор плохо работает. Просто он инерционный. Он долго, наверное, к нему приходят эти инновации. Ну, скажем так, он более зарегламентирован. Указами, куча инструкций. Вертикальная система выстроена. Сложно, менее сложно провести инициативу по внедрению чего-то нового. А мы можем в рамках закона быстрее привозить сюда новые технологии. Саш, ты мне сказал перед нашей передачей, что примерно уже частный сектор занимает 30% всей ниши медицинского обслуживания. Это застывшая цифра или она все-таки движется к увеличению частных клиник в нашей медицине? Ну, скажем так, если смотреть по количеству клиник, то здесь количество клиник частных давно уже опередило государственное. Потому что государство в основном это больницы, большие поликлиники. А частные по количеству это и один врач, и индивидуальный предприниматель тоже считаются юридическим лицом у нас. Но если смотреть по объему выполненной помощи, скажем так, по выручке, то частный сектор где-то составляет 25-30% по разным данным, по-разному в России. Смотри, какая парадоксальная ситуация складывается. С одной стороны, Ольга Юрьевна Голодец несколько раз заявляла о том, что не хватает врачей у нас. И, по-моему, министр Скворцова Вероника Игоревна говорила об этом. С другой стороны, у нас существуют такие цифры, что около 60% людей с дипломом врача уходят работать в другие сектора экономики. То есть они не находят себя в медицинской практике. Ну, конечно, можно сказать, что поменялись подходы, он нашел себя в чем-то другом. Это бывает, но все-таки 60% это много. Вот что это такое? Может быть, все-таки эти люди могли бы найти себя в своем деле, персонально быть ответственным за результат, и конкуренция могла бы быть повыше государственных и частных. Она, конкуренция совершенно не должна нам говорить о том, что кто-то будет с кем-то воевать. Это нормально, это будут подтягивать, все будут подтягивать общий уровень. И оснащенность оборудованием, и компетенции, образовательная составляющая, практики будет больше. Вот как бы ты сказал, как этот парадокс нам разрешить вообще? Существуют ли какие-то тенденции в этой области? Мне кажется, самое важное, что в каждой отрасли она должна быть не застывшей, она быть живой, подвижной. Есть же такой термин – живость ума, живость действий. И именно вот эта быстрота должна быть направлена на один фокус – на пациента, на нашего клиента. Мы должны за него конкурировать, а клиент должен выбирать, куда ему пойти. И здесь очень важно именно создать конкуренцию не между частным и государственным сектором, а конкуренцию за пациента, клиента. Чтобы именно клиент говорил, я хочу сюда, нет, я хочу сюда, я хочу это. Потому что я видел в другом городе, в другой стране, в другой клинике. И это повышает качество и, главное, удовлетворенность. Потому что, к сожалению, пока, опять же, опросом центра в ЦИОМ, у которого мы заказаны регулярные, которые, в принципе, подтверждаются Министерством здравоохранения, министр об этом говорил, президент данные озвучил, они пока невелики. У нас удовлетворенность едва ли по России превышает 40%. Это не говорит, опять-таки, о частном, нечастном. В целом есть некая удовлетворенность населения, да? Удовлетворенность, все-таки, мы говорим о государственном секторе. В частном секторе удовлетворенность, она традиционно выше, потому что, скажем так, более сервисно ориентированный сектор. В частном секторе все-таки удовлетворенность ближе к 70%, а в мире она где-то ближе к 90%. То есть это просто тенденция. Это не значит, что у нас государство медицин плохое. Нет. Просто эта мировая тенденция частным секторам более улитворены, потому что он живее работает. В малом бизнесе и среднем бизнесе, известно, барьеров хватает. И хотя они сейчас подсократились все-таки, у нас и налоговая служба лучше начала работать, и более оптимально, я бы сказал, рискоориентированно работает Роспотребнадзор, санитарные наши службы. Но, тем не менее, барьеры сохраняются. В чем суть этих барьеров? Что мешает? Каков контроль-надзор сегодня? Какова его степень влияния, я бы сказал, не в положительном составляющем, а в отрицательной, когда избыточной бывает контроль-надзор. И что можно здесь делать? Вот, например, может быть, ваш пример саморегулирования решения тому вопросов. Может быть, его надо внедрять и распространять. А вообще, что такое саморегулирование в вашем секторе? Да, наша ассоциация является саморегулируемой организацией. Уже несколько лет мы работаем как СРО. Что это нам дает? У нас есть свои стандарты, соответственно, мы контролируем сами своих членов. Так называемое самоуправление. А кто принял ваши стандарты? Вы сами приняли? Или государство должно было их, что называется, подтвердить и акцептовать? Ну, все необходимые документы мы регистрировали в Министерстве юстиции, когда получали разрешение на регистрацию как саморегулируемая организация. И дальше мы имеем возможность по закону ежегодно подавать реестр наших членов в Генеральную прокуратуру. И Генеральная прокуратура координирует со всеми проверяющими ведомствами, Роспотребнадзор, Росдропнадзор, другие ведомства, МЧС, чтобы количество проверяемых в нашей организации не превышало 10%. Это называемая льгота, которая по закону установлена для нас. Это очень здорово. Получается так, что у вас нагрузка по контролю надзоров в 10 раз меньше? Всех, конечно, проверить льгот не могут. Но условно, если 10%, значит 10 раз меньше, чем у тех, кто не входит в подобную саморегулируемую организацию. У них вероятность того, что их проверят, будет больше. И главное, что в органах прокуратуры, может быть, не все об этом знают, есть специальный департамент по защите прав предпринимателей. И нас просят, просят, обращайтесь. Предприниматели очень мало обращаются в прокуратуру как в защитник. А мы работаем в тесной координации и с Генеральной прокуратурой, и с местной Московской прокуратурой. Это я был свидетель когда-то создания 294-го федерального закона о контроле надзоре, совершенствовании проверочной деятельности. И тогда Дмитрий Анатольевич Медведев, будучи президентом нашей страны, как раз поручил Генпрокуратуре вести эту работу. С тех пор огромное количество проверок отсекается. Прокуратура действительно очень объективно смотрит на природу этих проверок. А зачем? А почему? А должны быть основания. Это большое благо. А в вашем-то секторе особенно. У вас цена ошибки очень велика, потому что это здоровье человека. И, конечно, у вас, наверное, к вам пристальный подход значительно выше, потому что вы, наверное, относитесь к своего рода таких опасных объектов. Да, в этом плане, конечно, мы выведены из льготы проверки. Мы нас могут проверять чаще, чем раз в три года, поскольку мы являемся опасными. Но саморегулирование это нивелирует все-таки. Саморегулирование отчасти это нивелирует. Но у нас, к сожалению, очень динамично развивающаяся отрасль, и законодательство в ней меняется довольно часто. Зачастую это бывает задним числом, не всегда обсуждают с нами, хотя мы присутствуем практически во всех возможных общественных советах, рабочих группах. А вот Росздравнадзор, насколько это тяжелая для вас организация? Потому что, конечно, разговоров ходит очень много. А о том, что это долго, рутинно, очень нетехнологично. И вообще, что это за система? Это система защиты нашего рынка, чтобы собственных поддерживать. Как многие, кстати, страны создают такие структуры, и требования, может быть, завышены. Или все-таки это непреложная истина и необходимость? Ну, здесь, наверное, основная должна быть логика в чем? Что любому предпринимателю, который начал свое дело, надо доверять. И только если он совершил существенную ошибку, тогда его штрафовать. Тогда можно штрафовать сильно. Но не надо тратить силы, время на постоянную проверку всех, кого можно, лишь бы проверить. И тем более с выстраиванием каких-то планов по результатам проверки. Это рождает коррупцию. Поэтому, конечно, работу Росздравнадзора, с одной стороны, защищать людей, а как бы заботиться о безопасности. Но вопрос, что предприниматель не преступник, к нему надо относиться по-другому. Ну и, наверное, нужно согласить, нужно все-таки тех, кто вообще никогда не нарушал ничего, медленно-медленно опекать поменьше. Ну вот мы являемся членами Европейской ассоциации частных госпиталей. Мы встречаемся с коллегами, знаем, как дело идет в каждой стране. Там и в Сербии, и в Англии, и в Франции. Мы прекрасно понимаем, что в странах, которые это прошли, они не знают этой проблемы проверяющих. Вот на этом мы прервемся. Мы переходим сейчас на рекламу. Дорогие друзья, оставайтесь с нами. Мы прервемся на небольшую рекламу. Это программа «Малый бизнес. Путевка в жизнь». До встречи через несколько минут. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Мы продолжаем нашу сегодняшнюю передачу «Малый бизнес. Путевка в жизнь». Я ее ведущий Сергей Борисов, наш гость сегодня в студии, Александр Грот, руководитель. Ассоциация частных медицинских учреждений, многопрофильных учреждений. Это ассоциация, которая объединяет малых и средних предпринимателей, иногда выше среднего. Это достаточно интересное явление на нашем небосклоне. Это саморегулируемая организация. Итак, мы, Саш, с тобой прервались. В первой части нашей передачи мы говорили о проверках, о саморегулировании. В общем, можно ли говорить о том, что наши ведомства, контролирующие, становятся в большей степени не жесткими контролерами, которые радуются нашим неудачам, предпринимательским неудачам, ошибкам и ловят, что называется, блох, хотя порой и небезосновательно, скажу откровенно, а что они, прежде всего, консультанты. И можно ли говорить о том, что их приход для проверки, это, знаешь, как подарок, а не как угроза деятельности организации? Вы знаете, в японских принципах построения бизнеса существует такой подход, ошибка как бриллиант. Когда ты ошибся, значит, у тебя есть возможность что-то улучшить. Конечно, это идеальный вариант, когда проверяющий для тебя консультант, который помогает тебе улучшить твою деятельность. Но, к сожалению, пока предприниматели в медицине, не в государственной клинике, зачастую тратят довольно много времени на подготовку к проверке и на, скажем так, помощь при проверке. Я думаю, такие же проблемы есть и в других отраслях. Други, конечно. Конечно. И, конечно, это не самое продуктивное время, потому что отрасль очень зарегламентирована, довольно много норм, зачастую устаревших. Например, есть санитарные нормы, которые регламентируют, каким должно быть помещение, какая должна быть освещенность, какое должно быть покрытие в помещении. Они, к сожалению, устарели, и мы над ними с Роспотребнадзором уже не первый год работаем. Я надеюсь, все-таки они будут улучшены, приближены к мировым стандартам. Это даст огромную экономию в деньгах, в логистике пациентов, в сервисе. В этой студии в беседе со мной была Анна Юрьевна Попова, и мы говорили о том, что, конечно, эти стандарты, снипы, не снипы, в медицине они называются по-другому. Санпины. Санпины, конечно же. Санпины меняются, и у них сразу руки до всего не доходят, это очевидно, но даже с помощью опоры России, с помощью твоей ассоциации, они потихонечку меняются. Сколько еще нужно доточить, я бы так сказал, до совершенства, сделать более совершенными эти снипы, чтобы они не были рутинными, архаичными и не мешали работать? Наверное, вопрос больше к экспертам. Ну, примерно, процент какой. Мы половину прошли, или нам нужно еще над половиной трудиться, и вот этот архаизм, который мы тянем с 40-х, 30-х годов, нужно потихонечку убирать. Вы знаете, когда я задал такой вопрос немецкой компании, которая имеет филиалы, клиники здесь, в России и в Германии, насколько больше у них расходы? Они сказали, где-то раза в два. Мы тратим больше, нужно взять больше площадь, больше помещений, больше требований подделки, нежели мы делаем у себя в Германии. Хотя в Германии довольно жесткие нормы. Это был ответ эксперта, который этим занимается. Образование. Хватает среднему, прежде всего, персонала образования. Я знаю, что операционные, послеоперационные медсестры, требования по ним очень высокие в той же Германии, в немецкоговорящих странах, во Франции, в США, в Японии. Не нужно ли нам подтягивать этот уровень? И вообще, как международная практика нам может здесь помочь? Сергей Иванович, как я сказал, вся отрасль находится на стадии изменения, и Министерство здравоохранения много для этого делает. Министр здравоохранения Вероника Игоревна Скворцова, руководитель департаментов. И с 2016 года заработала новая система обучения для врачей по нескольким специальностям стоматологов и фармакологов по набору так называемых баллов. То есть мы идем к системе непрерывного образования. Каждый год врач должен проходить определенные курсы и в конце, через 5 лет сдавать определенный тест. Это будет не сразу вводиться, в течение ближайших 5-7 лет. Но мы эту систему запустили, и это очень важно. Это будет не личный экзамен, это будут именно тесты на машине, на компьютере? Это будут и симуляционные, и личные, и тесты, и плюс учитывается тот багаж, который ты наработал, причем не менее определенного уровня за год. Именно поэтому наша ассоциация является организатором. В этом году мы уже седьмую конференцию проводим в экспоцентре на здраво в декабре. И один день мы посвящаем полностью образование, 7 декабря. Потому что мы понимаем, что это то, за счет чего негаспортный сектор может быть лучше. Если вы сказали о медицинских сестрах, согласен, это огромный вопрос. Те стандарты обучения, которые у нас в России, они, к сожалению, ниже, нежели в европейских странах. Процесс идет, вводятся новые специальности медицинской сестры. Мы тоже активно здесь работаем с ассоциацией медицинской сестры, с министерством здравоохранения. И надеемся, что, возможно, частный сектор здесь выступит неким пилотным проектом по, скажем так, введению новых норм. Это нам проще сделать. А частный сектор не является пионером во внедрении новых техники, технологий новых медицинских, которые нужны, наверное, всем нужны. Мы это часто видим в клиниках зарубежных. Те, кто посещал эти клиники, действительно, уровень оснащенности там меняется с каждым днем. Вот я был в клинике Шарите в один год, потом на следующий год туда приезжаю, и там уже все другое. Там уже такой космос. Здесь вы являетесь такими драйверами и задаете ритм на рынке медицинских услуг? Те, вы абсолютно правы. Все, что легально зарегистрировано здесь в России, мы, конечно, можем применять более гибко, более быстрее внедрять практику, потому что государство, оно все-таки регламентировано с законом о госзакупках, там большая доля централизации, да, и про процесс принять решение сложно, что закупать, много факторов. Здесь частный сектор более гибок. Мы можем взять то, что считаем нужным, попробовать, ошибиться. Мы можем быстрее отправить врача, пригласить иностранного специалиста нам с соответствующими разрешениями, провести здесь образовательный курс. Мы здесь намного гибче. Поэтому мы активно работаем с Европейской ассоциацией, у нас соглашение с Французской ассоциацией. Недавно мы были в Швейцарии, встречались с президентом Швейцарской ассоциации частных госпиталей. У них сектор порядка 30-25%. То есть, примерно, картина похожа? Картина похожа, во Франции, например, 50%. Нет такого чувства, что государство хочет вперед протолкнуть государственные учреждения, а не признать в том, что частные медицинские компании на хорошем уровне имеют право на серьезное признание. Нет казусов в этой конкурентной борьбе? Ну, по закону, как я начал, мы все равны, частные, не государственные. А в реальности? А в реальности, конечно, государство ведет себя как у нас, так и в другой стране одинаково. То есть, любимые дитя – это их клиники? Ну, а как? Государство у нас кто? Заказчик медицинских услуг. Ну, и контролер. Контролер, оно же. Оно же владеет собственной сетью больниц. Соответственно, оно само же в них инвестирует. И оно же само и плательщик. Соответственно, все в одном. Как здесь быть эффективным? Очень сложно. Конечно. И только за счет негосударственного сектора можно вносить вот это, называется, свежую кровь, свежий воздух, чтобы пациенту можно было посмотреть, а это рождает возможность выбора. Возможность выбора что рождает? Повышение качества. Поэтому очень важно здесь не забывать о негосударственном секторе. И еще продолжу. Когда я на эту тему общался с своими немецкими коллегами, они говорят, ну, вот вы просто берите и делайте лучше. Лучше всех. И государство увидит. Надо сделать первый шаг и просто делать. Не надо плакать, надо делать. Да. Можно долго говорить, но надо делать. Заш, скажи, пожалуйста, вот ты упомянул нашу поездку уникальную. Ну, я сам инженер, поэтому не столь мне близко было, но я был рад возглавить эту нашу делегацию в Швейцарию, куда входили представители ассоциации медицинских технологий, твоя ассоциация была, косметологи были. И мы действительно увидели швейцарский интересный разнообразный опыт. Что это тебе дало и что ты можешь в будущем внедрить из того, что ты увидел? И вообще, как такое сотрудничество может повлиять на качество? Я хочу поблагодарить за эту поездку. Очень были качественные встречи. Была замечательная встреча в университете города Берна. Это очень крупная медицинская организация. Мы встречались с ведущими профессорами. Был очень интересный сектор по образованию в Бернском университете. Мы договорились о сотрудничестве, о том, что ассоциация будет сотрудничать с Бернским университетом по теме образования. Дальше мы очень хорошо поговорили с ассоциацией частных госпиталей в Швейцарии. Договорились подписать соглашение и работы, в том числе и по оптимизации закупок. Возможно, на предстоящей выставке в Москве вы и подпишете соглашение. Да, я надеюсь, да. Они готовы к нам приехать. И встречались с ассоциацией медицинских сестер. Они у них называются специалисты. А у нас есть такая ассоциация? Специалисты по уходу, конечно. И они выразили готовность помочь нам в этом пилотном проекте по, скажем так, помощи в образовательном процессе. У них подобные процессы, они участвуют в подобных проектах в нескольких странах. Ну и требования у них повыше, да, чем у нас? Да, конечно. У них даже специалист по-другому называется. И градации. Не всех допустит специалистов определенного уровня к той или иной сложной операции или какой-то процедуре. Здесь все очень по уровням расписано, очень серьезно. Ну, поскольку они этим занимаются очень давно, и стандарты они поменяли не вчера по образованию, то, конечно. Но главное, что меня волнует, что наши медсестры тоже замечательные. Они учатся в то же самое время, а получают на выходе немножко меньшие стандарты. Средства к ним относятся больше, как к помощникам. А на самом деле это огромная точка экономии и сервиса. Самое главное, чтобы не было всяких послепроцедурных, послеоперационных осложнений. Здесь мы проигрываем, говорят, и европейскому медицинскому уровню, и американскому, и японскому. Вот этому надо, видимо, учить. Саш, ну, в завершении нашей передачи мы традиционно задаем такой вопрос. Почему малый бизнес может быть путевкой в жизни? Ну, потому что, наверное, одно из самых важных в жизни – это служение, самореализация, помощь людям. И вот здесь ты можешь раскрыться в полной мере. Ты можешь делать то дело, которое считаешь добрым, хорошим, а которое несет добро людям. Спасибо огромное за интересную встречу. Мы на этом прощаемся, дорогие друзья. У нас в гостях сегодня был Александр Грот, руководитель Ассоциации частных медицинских клиник. Это была передача «Малый бизнес. Путевка в жизни». Я ее ведущий Сергей Борисов. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»